Привет, зритель! День стрима между делом. Я тут решила обозреть, что я купила в Магните, потому что в Магните мне дали такую же фиговину, ну не такую же, но какую-то фиговину. В пятёрке сейчас какие-то фиговины идут. Сегодня 22-ое, воскресенье, воскресная лёлька уже была, как я уже практически сказала. И я решила обозреть. Вообще, я хотела обозреть сначала пару чаёв, причём отдельно от покупки, а потом получилось так, что как-то у меня всё набралось, и я ещё купила то, что я давно вообще не покупала. Год, наверное, осознанно, так точно, года вообще не знаю, с какого перепугу я так купила. Может быть, потому что я, пардон, гастрит тут случился, обострившийся. Ну и, короче, я обозрю как полностью, а потом этот чай обозрю отдельно. Наверное, уже как бы с дегустацией сделаю, ещё заодно обозрю чай богиню, которую я сегодня в стриме поминала. И чай у меня там есть, который мне тётя моя привезла с Пензы. И там немножко осталось как раз на одну, наверное, заварку. Как раз я его планировала тоже продегустировать. Ну, чтобы давно мне не пополнялся этот плейлист. И не знаю, может быть, обозрю сейчас ещё отдельным роликом то, что тут собиралась эту ароматерапию, и буду монтировать на том, что всё никак не подастся. Потому что на другом у меня идёт тай. Я просто вставлю сюда. Я там уже эту заставку отремонтировала, скажем так. Ну, сделала заставку, какой-то ролик на нём монтировался. Уже с той заставкой, которая сейчас идёт. Ну и пока оно будет оптимизироваться, я там что-нибудь потапиваю, или, может, покушать своё, или что-нибудь такое ещё сделаю. В общем, так. Ну, как раз у меня заряжен. Заряжается он долго. Не знаю, может, так же 8 часов. Я чуть не замечала. Но держит зарядку на этой самой, он именно 8 часов при максимальной нагрузке. Опять живаю габанной шай. Короче, мне ещё тупо надо было фиников и молока. Ну, если б я кое-что не увидела, я вообще не знаю, что меня так тортнуло. Я помню, там мне товарищ, который с ником другим вконтактике сидит, сегодня в чатике был, который периодически мне ещё донатит, тут что-то до хрена задонатил, с разными там какими-то каментами, что-то про бананы говорил. У меня там лежит ещё не совсем доспел банан, но тут я увидела, что ещё что-то бананы были по скидке. Короче, вот что-то было по скидке, а что-то не очень. Молоко подобное периодически бывает и за 33 можно купить, и за 35, и за 42. У меня тут даже чеки с собой, мне какие-то очень длинные. Короче, пакет майка 4,90. 5 рублей без 10 копеек. Но мне тупо надо было какой-нибудь пакет. У меня что-то вообще такой напряг с пакетами. Что-то вроде как всё было-было и куда-то всё внезапно всплыло. Я даже специально покупала пакет с ручками. У меня ещё было клёвки из Тюмени, какой-то пакет. Ну, с её последней посылки чё-то куда-то свалил всё это. А так как я ещё думала сегодня из деревни какой-нибудь пакет маечку прихватить, но так как в деревне не случилось поехать. Мои вещи оттуда привезли. Потом, ну а там был такие пакет с вещами, которые надо постирать и туда сбагрить. Скрипыш это называется какой-то. Тут у меня выдали мне один скрипыш. Получите на Кася скрипыш. Одна штука. Скрипыши. Одна штука. В общем, скрипыши какие-то мне выдали. В итоге я получено забыла обозреть вот эту хренотень. А тут ноу что-то заглючил и совершенно с двух раз отказался перекидывать с этой вот камеры на себя. Поэтому я уже потом его смонтирую. Тут скинула. В общем, вот такая хренотень. Учитывай, что тут снимаем на руке. Что тут у нас? Плюс 100 и день примирения. Применение. Получи кривовину. Найди юбилейного скрипыша. Приз скрипыши. Собери скрипыши. Всю коррекцию. Что, простите, курят эти создатели вот этой всей хренотени. Или у них свои були, да, камин хватает. Еще у меня где-то есть ножницы. В общем, вот я тут ее вскрыла. Этот кусок ролика, наверное, будет. Где-нибудь под конец. Ну, или вставлю там куда-нибудь хрен знает. Перед прощанием. Вот тут такая вот штука. Не знаю, она более полезна, чем эта фигня с каким-то доктором. Как ее вообще юзать? Вообще, когда бесполезная хрень, по-моему. Вообще, я просто уставшая. Меня тут все выходные отвлекают по всякой херне полнейшей. Я даже не буду этот мат вырезать. Может быть, в неуставшем виде оно меня бы не раздражало. В общем, я не поняла, что с ней делать. Вот эта фигня не одевается на эту фигню. С одной рукой, если. В общем, какая-то фиолетовая штука. А, вот она. Она недовольная такая. Она мне специально попалась, видимо. Какая-то недовольная фиолетовая штука. Это, видимо, ее хвостик, что ли, вверх головы. Я думала, она вот так вот выглядит. Короче, хрен знает, что это. Может, там люди, вы знаете, ну, менее в танке, чем я. Вы мне скажете, как она вообще тут, правильно, неправильно. В общем, вот такая вот фигня мне попалась сегодня за 400 с чем-то рупий. 492, что ли, я там истратила чеку у меня, потому что в комнате. Я тут пыталась поработать, но вспомнила, что забыла покушать. Два йогурта я уже уделала. Холодная, блин. И моя морковь, к сожалению, внезапно забродила. Жалко очень, потому что я ее собиралась есть. Надо было все-таки в холодильник убрать, а не на окне держать. Вот так. И баночку, которую я хотела забрать, потому что крышка тут у меня обнаружилась. И у меня раньше очень много было чая. Я исключительно даже иногда покупала конфуций. Не только потому, что это конфуций, он мне нравится, еще там баночки были, в общем. Потом часть баночек у меня куда-то ушла, часть баночек. Ну, просто просили. У тебя и помнишь, у тебя были такие маленькие баночки? Мне нужно наложить метку там, вот, двум человекам. Вот надо именно такие баночки. Ну, как бы. Я не жалею, у меня, в принципе, еще есть эти баночки. Они хорошие, удобные у меня в каких-то там джем, в каких-то вареньях, вот, в какой-то даже остатке. Меда лежит. Сейчас еще пустая баночка появилась. Приехала. И я там собиралась рябины черные и красные собрать. Мне немножко черные привезли. Короче, в общем, где тут это молоко? Молоко постерилизовано, 2,5% ширности, 34,90. От 20-го числа. Я что-то думала, что сегодня 20-е. Но это было самое раннее, ну, в смысле, самое свежее молоко из всех молок. Молоков. Молочков. Молочков. Да-да, Киша, ты правильно понял. Вон там сзади штатива, что это молоко. Ну, я тебе сейчас его не дам. Я его открою, когда уже на кухне будем. Ну, и, в общем, потом внезапно выяснилось, что сегодня 22-е молоко. Тут у меня сумочки еще. Бананы. Вот весовые бананы были по 48 рублей килограмм. А не весовые. А по штучным можно, типа, как брать. Они 49, что ли, с чем-то, говорит. И вот тут вот 4 банана. Раньше я бы такие схомячила за милую душу. Там еще было очень много зеленых бананов, от которых я раньше очень тащилась. И все это из-за того, что когда-то я с марта, марта, апрель, май, делала эти фруктовые пюрешки. Из-за того, что у меня ногти на руках стали ломаться. И эти бананы у меня и зеленые, и желтые, и совсем никакие уходили в эти пюрешки. Я поняла, внезапно не то чтобы поняла. Я поняла, что именно с того момента я могу есть сейчас именно бананы, которые уже суперзрелые. Вот эти темные бананы, как мой приятель по скандалителю говорит, что вот это, ну, такие бананы надо есть. Еще сказал, что те же, типа, ядовитые бананы, или какие-то неполезные, или что-то в этом роде. Ну, которые, типа, зеленые. Вот эти бананы я бы тоже с радостью схомячила. Но они пока еще крепкие, эти бананы. И они еще не до конца созрели. Короче, про запас. Вот пусть лежат эти бананы. И вообще, что-то я раньше очень любила бананы. Тут как-то, ну, может, я их переела, может, сейчас просто не требую этот организм. Но у них есть калий и магний, и они как бы мне надо. Ну, вот что-то будут лежать. Я даже тут полбанана схомячила, не помню, с чем. И полбанана у меня осталось лежать. Такой помирает уже, ну, в половинке очищенный. Я его так шпиговала, в контейнер зафигачила, и в морозилку так присобачила. Он как раз кусочек места был. Я какие-то все рецепты с десертами видела и в Инстаграм, и в Кукпеде, и еще где-то. Что вот надо замораживать эти бананы. Ну, и по большей части надо замораживать те, которые вот уже перезрели практически конки, совсем откинули. Ну, вот и раньше бы я такое не стала есть. Я помню, у меня подруга год назад принесла, спрашивает, ты какие бананы-то любишь зеленые? Я говорю, да, зеленые приносят, черные. И в итоге она их сама схомячила. Ну, она такая подруга, ну, из серии знакомых, которые, вы знаете, я не знаю, как у вас, у меня вот такие есть некоторые, периодически они у меня бывают, которые приходят к вам пожрать. Ну, иногда я что-то сготовлю, и оно у меня уже не лезет, и если она приходит пожрать, то, ну, хоть не выкидывать еду. А иногда вот приходит пожрать, а у меня тупо ничего не изготовлено, и я никого не шлю. И вот как раз тот случай был. Она прошла, я так посмотрела на эти бананы, как их есть-то вообще, они же черные. Вот сейчас я, может, есть в основе только черные, но что-то и вообще как-то не тянется на эти бананы. Хотя у меня был период жизни, еще при маме в детстве, и потом еще как-то, что я одно время вообще бананы как-то не воспринимала. А то могла я штук шесть за раз схомячить. Я купила себе лимон. У меня, конечно, есть лимон. Он немножко такой покороженный, я из него сок выдавливала. Но я тут лежала сегодня ночью. Уже, можно сказать, сегодня ночью. Со вчерашней ночи до сегодняшней ночи. Вот ночью лежала. Помирала в очередной раз. Вставать лень и спать неохота. А что без тебя говорила? Кому интересно, может, я гляну, если не видели. Не присутствовали, еще не смотрели. Ну, и я помню, бабушка раньше делала. Туда, по-моему, изюм кладут еще. Ну, как раз два, несколько вариаций таких. Мед, курага, грецкие орехи и лимон. И вот я сегодня прочитала рецепт. Там надо, в общем, лимон полноценный ошпарить его кипяточком. Протереть его, потом разрезать. И, оказывается, не сок лимона туда кладется, а полностью. Вот только без зернышек. Шкурка, цедра. Эти перепоночки. И сам лимон хочу потом своять. Не сегодня, так завтра. Кураги надо будет еще отмочить. У меня та еще, может, год назад. Ну, меньше года назад, может, в начале года купленная килограммом была в этом светофоре. Та самая курага, которая такая вот неказистая. И там в рецепте тоже сказано было, что нужно класть именно неказистую. А та, которая мягкая, упругая и казистая, она, кажется, в лучшем случае в сахарном сиропе отпачивалась. В общем, кураги надо с балкона достать и замолчить. Я еще на неделе думаю до светофора доехать. Глянуть, может, там фиников купить. И желатин у меня она у них как-то покупала, после того, как какой-то обзор про желатин в светофоре на ютубе глянула. Да и так что-то заехать. Мне как бы надо контейнеров, которые вот там я покупала, они так хлоп и закрываются. С одной стороны у меня есть контейнеры, а с другой стороны именно вот таких бы парочку надо. Пока второй раз тянется к той штуке, про которую я уже говорила, но я сейчас другое достану. Был в магните по скидке маговский финик. Я сначала пакетик купила. А нет, я сразу, по-моему, два пакетика купила. Или сначала пакетик купила, мне что-то он так понравился, а потом еще два купила. Нет, кажется, я купила сразу два пакетика. Они были по 59, там было 250 грамм. У меня еще немножко осталось этого финика. Смотрю, уже скидка пропала, а этот как был без скидки, так и остался. Тут 400 грамм, и сейчас скажу, сколько он... Сколько стоят лимоны, с бананами не сказала, болтушка, лёля. Так, где тут эти? Лимоны 119,90 за килограмм. У меня вышло 212 грамм, 25 рублей 42 копейки. Так, бананы фасованные 48 рублей 90 копеек. Вышли они на 762 в этой упаковке, 37 рублей 26 копеек. И финики 82 рубля 20 копеек. Были до этого 79,90. Ну, чутка подорожали. Я выбрала такие вот конкретные финики мягкие. Я как бы их что-то с чаем из кофе хомячу. А еще этот рецепт какой-то видела. Давно все хочу сделать. Там, по-моему, курага, грецкие орехи. Да, кстати, я тогда говорила, что лимон, грецкие орехи, курага и мёд. Вот тут курага, под вариацией грецкие орехи или чернослив, или курага, чернослив, финики и мёд, что-то такое. Или там какие-то овсяные хлопья, финики и курага, еще что-то. Ну, и финики, соответственно, без косточки. Их там, косточку выфигачиваете, их молите, и что-то будет вам счастье. И печенька такое есть, и конфетки такие есть. В общем, я хочу попробовать сделать. Плюс у меня, что там, реченки пока вместо сахара и мёда идут в каких-то рецептах. В общем, на неделе как-нибудь сделаю. У меня потому что еще эти шоколадные и морковные конфеты лежат. Я сегодня пока тайпила, несколько штук-то схомячила. В общем, что-то меня внезапно проперло снова на финики. Когда-то давно, в детстве я их очень боялась. Была у тети в гостях, увидела, как она ест эти финики, там эта косточка. Я испугалась. И попробовала их уже где-то в позднем детстве, скажем так. Я купила себе кусочек имбиря. Ну, такой отдельный корень имбиря был. Я еще сегодня лежала, посмотрела. Ну, делаешь же этот, типа, зеленый чай с имбирем или... А, мед, лимон, имбирь и все это водичкой заливают, типа, как чай. И пьют там, чтобы было вам счастье. Я когда-то вот что-то чихаю, да кашляю. А еще, оказывается, можно сделать густую такую смесь без водички. Просто, значит, лимон, имбирь и мед. Я сегодня тоже с телефона почитала. Вот хочу тоже зафигачить. Не сегодня, а так завтра. Так, почем имбирь-то у вас? Имбирь. Где ты, мать твою? 305 рублей 60 копеек за килограмм. 82 грамма у меня этот кусочек вышел. Имбирь, короче, вышел у меня на 82 грамма. 25 рублей на 6 копеек. И вот, что я купила и вообще давно не покупала. Ну, ладно, я поштучно буду доставать их, потому что там 3 вариации. И 2 фирмы. Биомакс, двойное действие. Там состав практически меняемый. Я сегодня одну печененку так осторожно, с опаской, с чаем пила. В боязни, что там пальмовое масло лежит. Но внезапно там не было пальмового масла. Я, кстати, сегодня счистила шоколад со всех сторон. Он с одной конфетки этой шарлис халвы. Но, видимо, внутри халвы тоже всё-таки было это масло. Хрен его знает, как их делали. Вот всё-таки хреново это шарлис. Не знаю, может быть, у меня сейчас просто уже на пальмовое масло трындец идёт. Да ещё с обострившимся гастритом. То ли шарлис просто хуже, чем вот Ротфронт, допустим. В общем, тут у нас Биомакс, живые бактерии, плюс растительные волокна. Я там почитала в составе. Там клетка такая-то, клетка такая-то. Прям по клеточке доставали. Так поржала немножко мысленно. Био-йогурт, цитрусовый микс, киноа и семена мельна. Всегда хотела попробовать это киноа. А может быть, я что-то другое хотела попробовать. Я уж не помню. Монстра групп. А, это в Белоруссии. В общем, вот. Он что-то был по скидке. Вообще не знаю, сколько он стоит. Потому что я как-то очень давно не покупала эти йогурты. Цитрусовый микс 15-20. 15 рублей 20 копеек. Тут у нас Биомакс, двойное действие, живые бактерии. Био-йогурт, персик. 125 грамм, кстати, каждого стаканчика. А, 2,2% жирности. А тут сколько его? А тут 2,4. Сейчас, наверное, и с хомячу. А ещё, ну, это, может быть, я попозже с хомячу. Иногда такое покупаю, но тоже год, наверное, уже не покупала. Органик контроль, слабада, био-йогурт с клубникой. По-моему, я его последний раз покупала, когда в Ярик к Ленке ехала. Это было уже больше года. Только натуральные ингредиенты, живая еда. Живая еда, мне так всегда прикалывает. С вами разговаривать, наверное, не иначе. Вот так ты открываешь баночку, начинаешь её пить, есть, а она тебе говорит, ну чё, как я тебе? Так, где она у нас? Кстати, вот йогурт, персик, он 16 рублей 20 копеек. Слабада, 32 рубля ровно. Она была по скидке, кстати. Я вообще не в курсе, сколько она стоит, но вот она была по 32 рубля, там вот 2 таких вот осталось. До 25 сентября, может, потому что до этого срока она такая вот по скидке. И то, из-за чего я вообще решила это всё обозреть. И потом задегустирую. У меня как бы есть немножко зелёного чая. Это сенчи, зона, которая китайская, которая не сенча вообще ни разу. Ну, так, чай на одну заварку более-менее пить можно от безосходности. А тут, китайский, ну, зелёного чая вроде как вообще, мне кажется, нет. В чистом виде у меня там есть немножко зелёного с васильком, может, как-нибудь обозрю отдельно. Тут, а ещё зелёный с жасмином есть всякий, разный, в разных вариациях. Но чисто зелёного нету. Китайский зелёный чай вырешен, упакован в Китае. Вот это мне подкупило. Шеннон. Зелёный чай. Действительно, ну, в общем, импортер России от Риоши. Ну, на так, но в Китае своя, я нам. 4-го, 0-6-го и 3 года живёт. Ну, он, правда, крупно-листовой. Оба. Но я не помню, как я люблю зелёный. Крупно-листовой, или средне-листовой, или мелко-листовушка, что-то как-то это. И вот они, кстати, по одной цене. Вот этот вот. Вот у меня чёрного чая индийского, хоть упейся. Даже ещё какой-то, помимо богини, есть. Ну, вот этот Дяньхун. Китайский чёрный чай, вырешенный, упакован в Китае. Чёрный чай, Шеннон. И он 3 года живёт, 1-го, 0-6-го рождённый. Ну, и тут как заваривать? Тут ещё, типа, какой он там, как его бережно собирают, т.д. и т.п. А ещё там есть такой же, только молочный улун. И он реально молочный улун. Там, ну, что, типа, его вымачивают в молоке, чтобы он получил такой аромат. То есть, всё, пятое-десятое. Он стоит 119 рублей. А эти стоят... Где они тут? 109 рублей 90 копеек. Ну, короче, эти по 110, а тот 119. Тоже с копейками 120, грубо говоря. Я уж чуть не стала брать этот тот. Сначала думала, все 3 чая взять. Думаю, ну, как бы, меня на молочный улун не особо тянет. Думаю, чисто по рекламе людям. Может, кто там любит молочный улун, и в магните у него есть. И магнит при этом есть. И, как бы, зайдут, купят. Чисто потому, что он сделан в Китае. Пусть и написано по-русски. Ну, импортер вот именно импортированный. Я думаю, что он должен быть нормальным. Ну, я потом его как-нибудь отдельно, каждый из них, прорегустирую и запишу на камеру. В общем, вот такой у меня обзор жратвым. Всё, тут больше ни черта нет. Ролик писать про арома масла буду в другой раз уже. Не позвонили бы, у меня бы время ещё было. А сейчас уже никак. Всем спасибо, кто осылил. Спасибо за ваши комменты, их отсутствие. Лайки, дизлайки, подписки. Если ты смотришь, мы на зритель случайно, но ещё он не подписался. Какого хрена ты ещё не подписался? А ну, подпишись, а? Всем пока!